С каждым днём Славянск-на-Кубани становится краше и благоустроеннее. Появляются новые малые архитектурные формы, вазоны с цветами. Уютно и комфортно на улицах города. Какие новые элементы декора украсили Славянск-на-Кубани, расскажут наши корреспонденты. Вот уже на протяжении 100 лет бесспорный символ Франции – Эфелева башня. Находясь в Париже, любой стремится увидеть это торжество мысли XIX века. Три этажа, 324 метра высотой. Волшебная ночная подсветка. Посмотреть на это чудо своими глазами мечтает каждый житель планеты. Кусочек Парижа появился и в нашем городе. Несмотря на то, что железная дама получилась в десятки раз меньше, всего 7,5 метров, Эфелева башня стала прекрасным украшением нашего города. Несмотря на её, казалось бы, небольшой рост, над строительством умельцы трудились около четырёх месяцев. В ближайшее время башню планируется дополнить светодиодами, чтобы огни ночной подсветки каждый вечер украшали парк отдыха. Конечно, здесь оно будет очень-очень даже радовать людей, наших местных жителей, приезжих, гостей наших. Почему бы нет? Такая красота. Спасибо городу заботиться о людях. На мой взгляд, здесь, в принципе, всё хорошо, благоустроили. И вот ухаживают полностью за городом, чистота везде, устанавливают корзину для мусора. Вот недавно я видел, что за музыкальной школой поставили архитектурную Эфелева башню. Очень интересно, для молодёжи, думаю, будет классно, там можно пофоткаться. Мне очень нравится благоустройство нашего города. Особенно мне нравится недавно произошедшее за музыкальной школой. Я всегда мечтал побывать в Париже. И вот администрация нашего Славянского района исполнила мою мечту. Там установили Эфелеву башню. Необычный уголок расположился и по улице юных коммунаров и Лермонтово. Главное украшение сквера – зелёный дракон, который появляется словно из-под земли. Фонари из декоративной ковки, лавочки для отдыха, кустарники, осенние цветы создали здесь атмосферу уюта. Крашей становится и микрорайон Кубриз. После капитального ремонта поликлиники номер два здесь идут комплексные работы по благоустройству прилегающей территории. Там уже появилась украшенная цветами деревянная телега. Вот такие прекрасные корзины с цветами стали новым украшением микрорайона Кубриз. И жителей радует, и город краше становится. Четыре новые декоративные корзины с цветущими петуниями теперь украшают улицу Иванова. А ещё недавно появилась детская площадка в сквере пограничников. Детский игровой комплекс из башен горок станет прекрасным развлечением для юных славянцев. А родители смогут отдохнуть на лавочках, установленных рядом с площадкой. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».